Всем добрый вечер, меня зовут Санджи. Я работаю здесь в компании Ленд Марвел в качестве администратора. У меня есть несколько вопросов, но я потерял, задаю только два вопроса по поводу ислама. Первый вопрос, верит ли ислам в возрождение? И второй вопрос, в исламе запрещено совершать самоубийство, но многие люди в Пакистане, в арабские страны они взрывают себя, и они убивают много людей. Итак, кто их мотивирует? Действительно ли они следуют исламу или кто их мотивирует? Это мой вопрос, сэр. У брата два вопроса. Первый вопрос, верит ли ислам в возрождение? И второй вопрос, если самоубийство запрещено в исламе, почему люди в Пакистане и другие части мира взрывают себя и убивают других? Что касается первого вопроса, верит ли ислам в возрождение? Если спросить только в перерождении, то да. Ислам верит в возрождение. Мы верим то, что люди приходят в этот мир однажды. В Коране сказано, мы дадим вам жизнь и прийти на эту землю. Затем мы заставляем вас умереть, а затем воскрешаем вас снова в следующей жизни. Это именно то, что упоминается в Ведах, если вы прочитаете книгу Ригведы номер 10. Это говорит о Пунарджанам. Пунар означает следующий. Джанам означает жизнь. Так говорит Веда о Пунарджанам. О следующей жизни. Но, к сожалению, большинство индусов, они неправильно понимают значение Пунарджанам. Пунар означает следующий. Джанам означает жизнь. Мы верим в следующую жизнь. Вы говорите Пунарджанам, что мы возрождаемся, нет проблем. Но большинство индусов верят в философии, известной как Самсара. Это санскритское слово. Самсара, что означает рождение и смерть, рождение и смерть. Этот цикл рождения и смерти, рождение и смерть, этот цикл рождения и смерти, сансара или реинкарнации, никуда не исчезнет. Если смотреть в Ведах то, что они цитируют стих из Пхагавадгиты, глава 2, стих 22, в котором говорится, что, как человек снимает старую одежду и надевает новую одежду так же, как душа возвышается и вставляется в новое тело. Что касается этого, у меня нет возражения с Пхагавадгитой. Это даже упоминается в панишидах, это как гусеница ходит по траве, на которую он прыгает, это новая трава. У меня нет проблем. Теперь, что касается Писаний, если вы понимаете буквально смысл Веды, которая не говорит о цикле рождения, а говорит только о Пунарджанам, следующей жизни. Ислам говорит то же самое. Но большинство ученых индуизма они не могли понять, что как человек может родиться с каким-либо врожденным дефектом. Как он может родиться инвалидом? Некоторые нездоровые, некоторые рождаются инвалидом, некоторые рождаются в богатой семье, некоторые рождаются в бедной семье. Поэтому они считали это несправедливостью. Так как же Бог может быть несправедливым? Поэтому они выдвинули теорию самсары, которого нигде нет в Веды. Веды считаются высшими индуистскими писаниями. В индуистских писаниях есть Мирати, Смити. Смити означает Писание, написанное людьми о Шрути, это Веды и Упаншиды считается Словом Божьим. Теперь, потому что они не могли ответить на почему некоторые люди рождаются в богатой семье, а некоторые в бедной семье. Некоторые нездоровые, некоторые с дефектом. Они предложили эту теорию самсары. Что касается Ислама, Аллах говорит в Коране в Суре Алмульк стих номер 2. Он, Аллах, создал рождение и смерть, чтобы испытать, кто из вас хорош в делах. Эта жизнь, которую вы ведете, является испытанием для будущей жизни, и мы верим, что каждый ребенок рождается безгрешным. Рождается мусульманином, независимо от того, родился ли он инвалидом или здоровым, в богатой семье или бедной семье. Все это испытание для людей, как сказал Аллах в Коране в Суре Бакара, глава 2. Это говорит, что мы обязательно испытываем вас со страхом и голодом, со смертью и потерей имуществом. Упоминается в Суре Анфаль, глава 8 стих 28, что ваши дети и ваши жены это испытание для вас. Теперь мы понимаем, что в Коране сказано, что дети это испытание для вас. Знаете, если ребенок, предположим, рождается инвалидом, это испытание для родителей. Родители могут быть очень хорошими, может быть, Аллах хочет испытать их еще больше. Дав им ребенка, который является инвалидом, и все же, есть ли у них вера в Аллаха или нет. Это испытание. Поэтому, когда какое-либо бедствие случается с человеком, это либо наказание, либо испытание. Наказание или испытание. Всякий раз, когда что-то хорошее происходит в вашей жизни. Это либо награда, либо испытание. Это не значит, что если что-то плохое происходит, это должно быть наказанием. Так что здесь всемогущий Бог проверяет родителей. Верят ли они во всемогущего Бога. Так что если рождается ребенок-инвалид, родитель может быть обычным мусульманином, и если он скажет, «А, почему, почему мой ребенок родился инвалидом? Почему мой ребенок родился с врожденным пороком сердца?» Аллах испытывает их. Люди, которые являются хорошими мусульманами, они скажут, «Аллах с нами в это время, проблем пока нет. Мы благодарим Аллах». И чем сложнее испытание, тем выше награда. Пройти простой диплом бакалавра – легко, но сдать докторантуру – сложно. Как только вы сдадите докторантуру, перед вашим именем будет ставлено ДРЭ. Экзамен – это сложно очесть еще больше. Так что всемогущий Бог испытывает разных людей, и по-разному, рождающегося ребенка. Что сказали индусы, индусские ученые, что в своем предыдущем рождении он совершил грех. Поэтому он родился инвалидом. У них не было другого оправдания. Если вы совершаете добрые дела, то вы рождаетесь здоровым. Поэтому индуистские ученые утверждали, что каждое живое существо, оно продолжает меняться в соответствии с ними. Всеобщее братство индуизма заключается в следующем. Все живые существа – ваши братья. Так что иногда вы рождаетесь как животное, иногда как птица, иногда как крыса, то как таракан. Иногда человеком, а человек. Человек – это самый высокий уровень, и они рождаются как человеческое существо семь раз. Поэтому они пришли с этой философией, потому что они не смогли обосновать, почему ребенок рождается богатым или бедным, инвалидом или здоровым. Точно так же для человека, который рождается бедным, это испытание для него. Для богатых людей он должен давать закят. Каждый богатый человек, у которого есть накопление больше, чем 85 граммов золота, он или она должны отдать 2,5% от этих накоплений каждый лунный месяц. Для бедного человека он получает полную оценку в закяте. Но мы говорим, он бедный, поэтому он должен не давать закят 100 из 100. Богатый человек, если он дает правильный закят, он сделает 100 из 100. Он говорит, хорошо, хорошо. У меня столько богатства, что эта часть освобождается от закята. Он может получить 50% от закята. Так что вы получите отрицательные баллы. Он может вообще не давать закят. Так что представьте, предположим, есть анкета, есть вопрос в вопроснике, который очень прост, должны ли вы быть счастливы или печальны. Так вот, когда человек рождается бедным, на самом деле в закяте он получает 100 из 100. Поэтому любимый пророк мир ему сказал, бедному человеку легче попасть в рай, чем богатому. Это печально, что ли, получит 100 из 100? В закяте для богатого человека он должен давать благотворительность. Он должен дать закят, он должен дать пожертвование, он будет отвечать за свое богатство. Так что в исламе мы рождаемся в этом мире один раз. Один раз и одного раза достаточно. После смерти мы воскресаем в день суда. Если хотите называть это возрождением, у меня нет проблем. Хотите, называйте. Пунарджаном, у меня нет проблем. Мы говорим «жизнь после смерти». Жизнь после смерти, но, конечно, если я соглашусь с вами ради аргументации, ради аргументации того, что индуистские ученые утверждают, что вы иногда вырождаетесь как животное, иногда птица, иногда человек. Я хочу задать тебе вопрос. Брат, в этом мире каждый год проходит. Увеличивается ли человеческое население? Увеличивается или уменьшается? Очень хорошо, что увеличивается. Грех в мире увеличивается или уменьшается? Увеличивается. Человеческие существа увеличиваются и грех увеличивается. Если я согласен с философией индуистских ученых, чем больше грех увеличивается, тем меньше должно быть людей. Поэтому я верю в то, что нужно обращаться к высшим писаниям в виде. Мы говорили об этом ранее в Чинная во время Первой мирной конференции, которая была в 2004 году, сходство между исламом и индуизмом. И там я показал и сравнил, что они говорят об одном боге, отсутствии поклонения идолам и все такое. Итак, что общего между писаниями, которым мы следуем, это круговорот самсара рождения-смерть. Этого нет нигде в Ведах. Это философия индуистских ученых, чтобы оправдать, потому что они не могли объяснить, почему люди рождаются бедными или здоровыми. Я дал вам ответ в исламе. Что касается второго вопроса это, что вы сказали, харам, в исламе, является ли это запрещено? Если да, то почему люди совершают самоубийство? Кто их мотивирует? Кто говорит о взрыве? В Коране говорится в Суре Бакара, глава 2 стих 195, что «не делайте свою руку причиной своей гибели». Таким образом, согласно Корану, совершение самоубийства является харамом, оно запрещено. Что касается самоубийства, то оно запрещено, как и убийство любого другого невинного человека. В Коране говорится в Суре Маэда, глава 5 стих 32, что если кто-либо убьет другого человека, будь то мусульманин или не мусульманин, за исключением случаев, кроме как за убийство, за распространение коррупции в стране, он убил все человечество, и если кто-либо спасет человека, это равен тому, что он спас все человечество. Поэтому убийство любого невинного человека, будь то мусульманин или не мусульманин, запрещено в исламе. Так что если кто-то заложит ли он бомбу, не убив себя или убив себя, если он убьет невинного человека, это запрещено. Так что убийство невинных людей это запрещено. Если вы используете это как стратегию войны, использовали самоубийство первоначально без бомбардировок. По словам профессора, который написал книгу «Умереть, чтобы победить в Америке». Он говорит, что первые люди, которые делали террористы-смертники, были ЛТТ. Тамильские тигры, но все же вину возлагают на мусульман. Я знаю почему. Это СМИ. Вы когда-нибудь слышали о каком-нибудь мусульманине, совершившем теракт? Сначала это были ЛТТ. А потом американцы. И, возможно, некоторые из мусульман, черный овцы. Возможно, подхватили. Но кто был инициатором? Но все же, когда Сьюзан бомбит, то это тоже будем мусульманином. В Китае несколько лет назад также прочитали лекцию о терроризме и джихаде с исламской точки зрения. И я описал подробно об этом ответе самоубийцы с точки зрения ислама. И убийство невинных людей и совершение самоубийства — это харам. Надеюсь, я ответил на вопрос. Для распространения не забудьте подписаться на канал и поделиться с родним и